Я думаю, попросить, кто у нас писал места писания на стену, еще места много. Обязательно повесим. И где-то ближе к выходу. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Все. Суды сразу будут закрыты, прокуратура не нужна, адвокаты все пойдут на стройку работать. Если все будут поступать с ближним, так как хотите, чтобы с вами. Мы это слышали все. По каким же параметрам мы можем посмотреть? Абсолютно по всем. Давыд не хотел, чтобы его преследовал враг. Но его начал преследовать Бог. Потому что он с ближним поступил не так, как он хотел бы. Когда к его женам вошел сын его, Алисалом, Ну, что он мог там за одну ночь сделать? Да и был ли он с ними? Но советники сказали, на крышу, чтобы поставили, в глазах всего народа, чтобы вошел. И Давид этих жен уже к себе больше никогда не допустил. А сам-то ведь взял чужую жену. Пурия-то хитиянин-то. А если с ближним-то не поступать нужно так, как хочешь самим собой. Куда пришло? А вот теперь с тобой поступили так, как ты поступил. Всех десять жен от тебя отняли. Итак, слово «поступать» в Библии встречается 396 раз. Фактически на каждый день дается урок, как нам поступать, если 365 дней. Эта статистика, повторяю, что это значит. У меня не хватает ни времени, ни разума исследовать. Но, готовясь к проповеди, я все 396, допустим, если я должен пересчитать, посмотреть, выбрать самое необходимое, чтобы проповедь не затянуть до двух часов. Ну, хотя бы не больше полчаса она была. Некоторые начинают вот долго говорить. Недолго. Совсем даже это недолго. Когда мы разберем одно слово. Если бы вы читали, я бы эти места не говорил. Просто назвал места, и вы бы брали. А если вы не читаете, приходится их читать. Слово Божие говорит так. Серах 33, 32. Если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом. А кто раб? А те, которые слушаются, те, которые в нашем подчинении, если есть начальник, поступай с ним, как с братом. А дальше говорится так. Будешь его притеснять, а он убежит. То на какой дороге ты будешь искать его? У него одна дорога. А у тебя 10. И найдешь ли ты его? И это абсолютно во всем. Это в семейных отношениях. В отношениях жены к детям. Мужа к жене. Начальника к подчиненным. Офицера к солдату. Старшего столичка к новобранцу. Как хотите, чтобы с вами поступали? Я стал смотреть, в чем мы больше всего терпим обиду. Конечно, охватить все сферы жизни в одной проповеди невозможно. Но сейчас жалуются, что много везде взяток. Коррупция. Везде. И депутаты, называется, лоббирование. Продвижение интересов какой-то определенной компании. Там подговаривают все, чтобы их товары покупали. Строительные фирмы какие-то выдадут. А остальные там пусть как угодно перебиваются. Пророк Иеремия. 22 глава 12 стих. Говорит, взятки берут, чтобы творить беззаконие. Пророк Амос 5.12. Берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Вот она юриспруденция сегодняшних дней. Пророк Михея 7.3. Судьи судят за взятки. А судьи хотели, чтобы их так судили? За взятки. Поэтому если бы они применили этот принцип, поступать так хотите, чтобы с ними, этого бы уже не было. Все. Вот каждому дать появление. Делай так, как поступаешь. Ты с тобой так будут. Раньше было так. Судья выносит пыль, расстрелять. Он обязан был в день расстрела прийти в этот день и сам нажать курок, сам убить. Вот тогда бы человек думал, как это будет. А закон, в старозаконе 19.19 говорит, если подтвердится ложь, то вынесите ему то, что он желал другому. Судьями поступать. Это мы видим у Даниила 13 глава. Два лживых прокурора свидетельствовали против женщины, а Даниил их разоблашил, их сразу казнили обоих. Вот если сегодня это включить, было бы какое-то исцеление в нашем государстве. Но выполнить это невозможно. Мы христиане. Значит, власть на время, хотя бы на месяц, нужно отдать мусульманам или китайцам. А не этих бюрократов, взяточников, прямо на стадионах, говорит, расстреливают перед телевизорами. Огромное государство, миллиардное, и тысячной доли нет тех взяточников, чем у нас. Как будто вообще, говорит, никаких воров там нет. Мы любим иногда что-то добывать без очереди. И вы видели, как люди проходят вперед и сразу кричат, куда без очереди? А так, куда без очереди, то у нас у каждого здесь есть. А сами без очереди нигде не доходили? Понимаете, приходит наша сестра одна и говорит, а меня сегодня обругали. Я говорю, а за что? Раньше еще были там копейки ложили, позвонить. Ну, я зашла со своими, разговаривала. А сколько ты разговаривал? Да не знаю, минут, наверное, десять. Мужик стучит, говорит, женщина, поскорее, мы стоим, в очередь цело ты разговариваешь. А я опять закрыл, а он меня нагло обозвал. Так это еще даже и хорошо, что нагло. Почему я тебя как ногами там в будке не поставил? Христианка! Чем ты похвалилась? Да вы где бываете в поезде, там приходится заходить? Как говорится, в общественном даже туалет, и то минуты не задержись. Помни, там есть, там может быть человек с ребенком или как-то. Конечно, правда на твоей стороне, там крючок находится. Но не все же на одном крючке висит. Что-то, наверное, в душе еще должно заговорить. Первая книга царств, вторая глава, 14-17 стих, говорится о детях первосвященника Илье, которые без очереди лезли везде. Найти было место мне это непросто. Без очереди слова. Я день целый провел, не могу найти такого. И, наконец, вспомнил. Да вот же они где. Бог установил очередность. Сначала принесите жертву, сожгите мне мясо. А потом, что будет, возьмите. От священника, сын, дети приходили, отталкивали и говорят, вареное не надо, мне нужно на шашлык только сырое. А если не дашь, силой возьму. То есть они вперед Бога лезли. Я стал дальше думать, Господи, а где же это сейчас с детства? Так это во всем монашестве, во всем священстве такое. Бог сказал на первом месте покаянию. А они это отвергнут. На первом месте должен быть Бог. Настоятель скажет, слушайте настоятеля Аву как Бога и прочее. Они пролезли там, где места им совсем никакого нет. Без очереди. Человека невозрожденного поворачивали любым Богом, как хотели. От нас требуется соблюдать очередность. Не поступай с ближним, как не хочешь, чтобы с тобой поступали. Далее. Часто бывает пересортится, переоценка. Один сорт, другой из бочки в бочку рубу переложат, уже наценили ее и прочее. А ты хотел бы так поступать? Неправильный прибыточ крепко будет сжечь совесть. Притча Соломона, 20 глава, 14 стих. Дурно, дурно говорит покупатель. А когда отойдет, хвалится. Обманул. Взял. То есть не надо этим заниматься. Поступайте с ближним, как ты с тобой хочешь. Скажи, как Епифаний. Продает осла. Покупатель нашелся. А он говорит, осел очень упрям. Он как ляжет с места не сдвинется. Он берет. Да ладно, у меня палка есть будет. Сзади нельзя, ведь он легается. Он до того вредный осел. Ну я верхом буду ездить, а он еще легнет. Так он сбрасывает еще. Да какой же ты, говорит, так никогда не продашь. И он сразу заметил, совершенно не лукавый продавец-то. Он все недостатки товара выложил на прилавок-то. И он купил не осла, а его купил. Пошел к его матери-вдове, взял образование на него, и дальше будет святой Епифаний. И при том еврейский мальчик. Нация, которая погрязла в лукавстве, хитрости, в лицемерии. И как он так мог воспитаться, что у него ничего этого не было. И еврей понял, что это из его нации редкая черта в ребенке. И довел вот этот алмаз. Так огранил, до совершенства довел. Далее. Где мы больше всего можем проявить себя в правде? Я нашел, что много очень обмана. Это в женитьбе. Каких слов юно не поет девушке? Что он ей не расскажет? Признание может петь. Уж столько наговорит. Да еще если опытный ловелас, он уже давно где-то был-то. И все с одной, говорит, целью делает, чтобы ее достигнуть. А чего ты достиг-то? В этом. И вот мы считаем бытие 34 глава 1 стих. У Иакова были дети. Но и была дождь Дина. Не сиделась дома, решила пойти на дискотеку. Приметил юноша. Да из богатой семьи, из новых олигархов. Посадил да к себе и увез. И сделал ей насилие. Как возмутились ее братья. Они весь город приговорили к смертной казни. То есть, хорошо. Вы ревнители за чистоту, как мусульмане. А сами как поступаете? Старший сын с женой отца взошел на ложе. Его отец умирая ему напомнил. Рувим, ты как буйная вода был. Иуда идет видеть блудницу. Это снаха. Это те ревнители за чистоту, которые были. Которые за одну до... Да и они взять и хотели замуж. В общем-то, там нельзя было войну вести. Приняли обрезание. То есть, это не противоречило закону даже Моисеева. Хотя это было еще и до закона. Вот как мы ревнуем за разные нравственные принципы. Совершенно попирая их ногами. И как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы. И далее. Люди нередко скрывают болезни. Вот так я по отдельным местам прошелся. Почему скрывают болезни люди? Свои. Вот у нас был вот недавно Татусик в Потеряевке. Принял крещение, не сказал, что у него от алкоголя таблетка вшитая. Простите за выражение, нечистую силу у себя сохранил. Но и все обнаружилось. Если ты ходил к колдунам, что-то у тебя было к астросенсам, и ты не исповедался, ты не крестился, дьявол никуда не ушел, все грехи на тебе. Дьявол допустит, чтобы было беснование. Это скрытие болезни. Болезнь нельзя скрывать. Ее нужно только разоблачать. Книга Левит, 13 глава, 45 стих. Ты не просто должен говорить, а кричать. Быть в разодранной одежде. Непокрытая голова и до уст с закрытой лицом и кричать, нечист, нечист. У меня кто-то берет иногда то, бабельки надевает, то что они просят где-то. Я первым делом спрошу, а у тебя нет какого-то лишая, кожных заболеваний, мы всех детей проверяем. Самый близкий человек, если к нам приезжал и разрешали, а потом он в общественную баню ходил, самому близкому человеку мы не разрешим в баню пойти. Это естественно. Иначе один заразный может всех заразить. Почему мы скрываем это? А наоборот сказать, вот я видишь, не берег, что он заразился, как вы ко мне не подходите. Вы помните, вот в прошлом раз было, я когда был больной, я пришел тут с повязкой, проповедовал, не подходите. Ну, грипп тут вроде не такая зараза. Всегда нужно сказать, а у меня вот такая болезнь. Вы хотите, чтобы вас заразили или ваших детей? Скажите, нет. Ну и не делай им такое же. Дальше. Господь позволяет, где нам задуматься. Сегодня много обманывают при оплате. Сначала она обещает на работу, а потом постепенно урезает, урезает, и уже ничего и не остается. Зарплата почти всегда урезана. Даже то, что правительство обещает, это все еще будет урезано. Я подумал, а правители те хотели, чтобы этот принцип, чтобы с ними поступали, как они с людьми действовали? Нет, никак. Они все время себе только повышают. То есть полное попрание того, что мы читали сегодня. Второзаконие 24 глава 15 стих говорит о том, чтобы заработанное мы отдавали, в тот же день платили, и чтобы не было на нас греха, не платящий. Зарплату находится в грехе и называется кровописи. И уже в Новом Завете Яков 5 глава 1 стих говорит, вот плата, удержанная у вас, у работников. И она не просто лежит в банке, положили, она вопиет. Она кричит там в банке, все разрывает у него эти миллиарды. Да как кто слышит? Не знаю я, кто из людей слышит, понимает, но вопли дошли до Господа с самого опа, до слуха его. Вот золото ваше, доллары ваши, они все в пятнах, они изоржавели. Вы хотите, чтобы с вами так поступали? Вот пожалуйста, зарплата будет вовремя, если им этот плакатик вылешить. А вы подумайте, может кое-где действительно это надо будет. Притом эти слова никакой провокации себе не несут. Дальше, в обещаниях. Вот пообещают, забыл. Это у нас здесь. Что не пообещают, смотришь, опять не пришел, все не сделал. Да ты сделай как для Господа. Если у тебя оно не записалось, и найди того, кто записывал. Сделай это для Господа. Записать, наверное, легче, чем сказать проповедь. А люди ждут в другом месте. Не потому что она моя проповедь, а потому что я ее вымолил у Господа. Любое дело, где у тебя не получилось, доведи до совершенства. Возьми издержки на себя. Доведи до места эту работу и передай ее, что она уже сделана. Число 30 глава, 3 стих. Исполни все, что ты обещал. А премудрый еписиас Соломон говорит 5.1. Лучше бы тебе не обещать, нежели обещать и не выполнить. Ибо Бог на небе, а ты на земле. Слово туда утвердилось. Ты не можешь зайти и попросить архивы истереть у Бога. Смотри, как бы Бог не разрушил то дело, над которым ты трудился. Я слышал от людей, которые потерпели катастрофу за то, что обещали и не сделали. Я через такого пришел к Богу. Он обещал и забывал. Обещал и не успевал. И Господь в видении показал его друзьям. Вот, говорит, высокое дерево. Много дел человек добрых делает. Но обещает и не исполняет. Я исторгну это дерево. Богу это не нужно. Лучше не обещай. Куда-то пойдут, оставляешь. Запомните, ко мне кто приходит. Если вас застало здесь уже сумерки, ночь, я вас не выпущу от себя. Вы должны ночевать, чтобы обезопасить себя. Выйди так домой, чтобы солнце не коснулось горизонта, а ты коснулся порога. Берегите себя. В войнах, где гибнут и дети, и все. Вторая параллельпоменон 13-12. Не воюйте, Господь говорит. Ибо не будет вам успеха. Мы не хотели, чтобы на нас нападали? Ну, конечно, не хотели. Не хотели. А зачем в Бенгрии войска ввели? Зачем в Польше всех Афловакий подавляли? Зачем в Афганистан вводили? От нас никогда война не отойдет. Потому что человек что сеет, то и жнет. Быть искренними, честными. Мы так любим честность, чтобы нас не обманулили. Во втором послании Коринеса 1-12 считаем. Спасаться нужно в простоте и богоугодной искренности. Чтобы жили в мире. Вот так. Это программа нашей жизни. Дальше. Имение и все, что у нас есть. Как этим распределить? Если мы хотим, чтобы люди знали нашу нужду, мы при жизни должны чужую нужду знать. О краже. В 1-м послании Петра 4-й глава 5-й стих. Петр говорит. Только бы не пострадал кто из вас, как вор или злодей. Как вор или злодей. Бояться лжи. Никогда, нигде, даже шутейного, неправильного слова не сказать. Просто надо все время просить Бога, Господи, да не оскверняться уста моей ложью. Так Библия говорит. В 2-м послании Петра 25-й стих. Лучший вор, нежели человек, постоянно говорящий неправду, но они оба наследуют погибель. В сравнении с вором лжец хуже. Он тебя десятки раз обворует на одном месте. В послании Кипетянам 4-й 35. Отвергнув ложь, говорите каждый истину своему, ближнему своему, ибо мы все члены тела его. И в деяниях читаем об этом. Притча Соломона 22-7. О том, как мы должны возвращать долг. Кому с чем должны. Должны родителям воспитывали. Долг нашу у кого-то взяли что-то. Взяли, посчитали, засчитали, книжку не отдали. Притча 22-7. Должник делает с рабом взаимодавца. Пока не рассчитаешься, ты раб. Тебя можно продать. Должник делается рабом взаимодавца. Вопрос. А я не раб? Может я кому-то должен? Расследовать сегодня Клещево и по этому вопросу навести, до конца довести все. Выйти из этого плена. Любыми путями. Я знаю людей, которые занимают деньги и не отдают, и оттягивают. И Сирахов говорит так. 29 глава, 8 стих. И заимодавец лишился своих денег и без причины нажил врага. Если половину отдаст, то считает за выигрыш. Этого человека нужно немедленно обнаруживать, обнародовать, чтобы все про него знали. В храме не называем имена. Позже я вам скажу, кого нужно бояться. Если вы хотите, чтобы про вас сказали, ко мне подойдите. И далее. Осуждение. Всеобщий грех. Когда спрашивали дьявола, а как ты людей, чем больше всего прельщаешь? Он говорит, молодых на блуд, а старых на осуждение. Потому что они еще не могут и все в окно подсматривают. У калитки сидят, на заваленке семечки щелкают. У колодца новости вы знают, сарафанные. Каких только радио они придумали. Никогда, нигде, ни о ком не рассуждайте, если еще нет. Да какая польза-то от этой болтовни? От всякого труда есть прибыток, от пустословия один убыток. Матфея 7.1. Не судите, да не будете судимы. Иаков 5.9. Не осуждайте. Не сетуйте. Судья у дверей стоит. Смотрите, чтобы он не вошел, когда не ожидаем. Итак. Выходя отсюда, поставим себе за правило. Что делаем не по правде, сразу же говорит. Господи, со мной поступай так, как я поступаю с кем-то. И имя Господне да будет в нас прославлено и благословенно, как в его детях, чистых, оправданных, поступающих по правде. Аминь. Аминь.